приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре урок из курса компьютерная грамотность сегодня поговорим о замечательном программе зум я покажу вам как изменить аватарку на конференции зум как сделать виртуальный фон как сделать четкой картинку как рисовать зуме как сохранять записанные конференции то есть наиболее полезные действия которые чаще всего выполняются при проведении конференции зум как подключаться конференции зум у нас есть отдельные уроки и надеюсь вы уже подключались конференции значит у вас на компьютере или на телефоне установлено приложение зум если на рабочем столе вашего компьютера не значка зум откройте пожалуйста все программы найдите папочку с названием зум вот так нажмите старт зум значок однозначно появится у вас на рабочем столе в роликах по подключению я говорил что подключиться конференции можно абсолютно без регистрации в сервисе зум но все незарегистрированные пользователи чем-то обделены и первая обделенность вы не можете настроить свой профиль поэтому если хотите не включать видео на конференции но чтобы вместо черного фона и просто вашей фамилии имени была ваша аватарка необходимо зарегистрироваться зарегистрироваться лучше всего на компьютере браузере потому что потребуется браузер для того чтобы войти в личный кабинет конечно это можно сделать через приложение но все равно в любом случае вас перекинут в личный кабинет на официальном сайте зум и открыл браузер в яндексе в поиске написал зум первое что выскакивает это официальный сайт перехожу на официальный сайт выглядит он вот таким вот образом зарегистрироваться обратите внимание регистрация абсолютно бесплатно нажимаю зарегистрироваться ввожу дату своего рождения нажимаю продолжить попадаю на следующий шаг регистрации вам предлагают ввести адрес электронной почты на которой вы будете регистрироваться я уже его подготовил скопирую отсюда из блокнотика ставлю в поле и необходимо ввести капчу нажимаю регистрация мне на почту отправляется письмо необходимо войти в почту и найти это письмо называется она активируйте учетную запись то нажимаем вот на эту кнопку и активируем нашу запись на этом регистрация не заканчивается мы попадаем на последнюю форму регистрационную где от вас требует ввести имя фамилия и придумать пароль лучше сразу ввести свою реальное имя и фамилию чтобы именно эти данные отображались при входе в конференцию и придумать пароль пароль должен содержать хотя бы одну цифру чтобы выполнить все требования все позеленело и повторно заполняю поле нажимаю продолжить регистрация закончена зум начинает предлагать вам отправить приглашение вашим друзьям здесь можно ввести электронной почты ваших друзей знакомых и сразу пригласить их ваш зум для того чтобы когда вы начинаете свою конференцию отправлять этим коллегам вашим приглашение они будут подключаться к вашей конференции но об этом будет отдельное подробное видео как приглашать я сейчас нажму пропустить этот шаг все на этом регистрация у меня закончена я могу войти в свой личный кабинет только что созданный я нажал на аватарку и вошел личный кабинет зачем мы его завели для того чтобы получить доступ к тем функциям которые доступны только зарегистрированным пользователям я сейчас возьму и изменю себе картиночку нажму на кнопку с непонятным названием выгрузить но лучше бы назвать загрузить найду ту картинку которую я хочу использовать к качестве своего аватара главное чтобы она была не очень большой не больше двух мегабайт я ее здесь могу откадрировать таким вот образом и нажимаю сохранить все аватарка загружена перья не буду черным квадратом буду вот с такой картиночка в разделе записи если вы процессе своей конференции как я на кнопочку сохранить запись будут хранятся все ваши записи и еще есть интересный раздел настройки выберите сразу конференция и расширенные настройки и убедитесь что у вас виртуальный фон включен это нам сейчас потребуется я получил логин это моя электронная почта и пароль для своего зума теперь являюсь зарегистрированным пользователем но для того чтобы ваш личный кабинет связался с вашим приложением вот этим приложением необходимо ввести ваши регистрационные данные еще и в приложение я запускаю приложение у меня уже здесь есть авторизация в моем основном аккаунте я сейчас из нее выйду и войду уже с новыми данными ведущая свой новый логин и введу свой новый пароль нажму на кнопочку войти я уже вошел приложение зум как игр черноуса вот моя аватарка отображается все отлично то я могу делать еще в конференции создал конференцию вот нажму сюда начать конференцию видите я тут сразу появился так как я использую одно и то же приложение которым я пользовался и на платном аккаунте у меня сразу включился виртуальный фон за мной сейчас вообще-то не белый материал на котором написано и вас а а совершенно другое как поменять виртуальный фон мы убедились в том что у нас включен настройках кабинета я нажимаю на стрелочку рядом с изображением видеокамеры и выбираю выбрать виртуальный фон вот виртуальный фон который меня выбран поэтому за мной и вас а могу сделать вот так и за мной будет видите звездное небо виртуальный фон можно менять в процессе трансляции скоро угодно много раз виртуальный фон очень поможет преподавателям вы за собой можете размещать любые ваши обучающие материалы как добавить свой фон уже имеющимся очень просто нажимаете вот на этот плюсик и выбираете что вы хотите добавлять это изображение либо видео о зума не так много настроек с фоном можно включать вот такую вот вещь как зеркальное отображение либо если у вас есть хромакейты зеленый фон для чистой вырезки можете поставить еще вот эту вот галочку но вот у меня зеленого цвета нет и поэтому я его не включаю пусть он подстраивается под тот фон который за мной фон поменяли что еще бывает нужно делать это рисовать если я сейчас войду в режим демонстрации экрана а делается это просто вот нажатием на зелененькую кнопочку демонстрации экран выбираю что я хочу демонстрировать я выбираю весь экран демонстрировать кто-то говорит что нужно включать еще вот эту галочку совместно с компьютером у меня все прекрасно работает если даже не включая плане звука нажимаю использовать вот я показываю что у меня на рабочем столе кстати движение панели управления осуществляется очень просто наводите вот мышку и когда вас появится вот такой значок во все стороны вот на зелененькую плашечку эти зелененькая плашка говорит о том что сейчас ваш рабочий стол видят другие пользователи и можно и отодвинуть среди инструментария есть очень полезный инструмент комментирования включая комментирования у меня появляются элементы которые позволяют менять цвет толщину например вот так вот и теперь я могу рисовать могу взять нарисовать вот такую ведь и жирную стрелочку но могу теперь вот потоньше стрелочку нарисовать могу обводить что-то вот так вот обладить те кто преподает прекрасно меня поймут что очень помогает для объяснения чего можно стирать по одному элементу ластиком вот так вот можно затереть все очень быстро и очень удобно можно работать с текстом но еще множество других элементов нажимаем на мыши ваша мышка начинает снова работать как мыши они как управляющий элемент закрыть эту панельку можете повторно нажать на комментирование либо можете нажать на значок крестик правом уголочке вы можете сделать свои объяснения более понятно выйти из режима демонстрации экрана нажимаем на красную кнопку остановить демонстрацию если вы организатор то настройках конференции можно разрешить демонстрировать рабочий стол только кому-то одному можно разрешить демонстрировать нескольким людям но вы как организатор когда вы начинаете демонстрировать экран все правду замолкают видят только ваш у зума есть несколько режимов но вот я сейчас здесь один я не могу показать но вот правом уголочке вот здесь вы можете включать режим во весь экран можете включать режим отображать всех участников можно включать режим как у меня сейчас включен режим докладчиков что еще есть интересно так как все борются за качество изображения посмотрите как можно повлиять на качество работы вашего камеры даже если вы не стали и настраивать у меня в камеру логотеч я могу ее настроить через то приложение которое установлено на компьютер но если даже у вас его нет по каким-то причинам вы не ставили опять же открываем список меню в рядом с нашей камерой можно выбрать вообще совершенно какую-то другую камеру то меня их две я сейчас работаю с камеры конференц у которой есть вот такие вот функции видите могу себя вот так вот делать но то есть для проведения конференции сдвигать себе могу удобно здесь уже знакомый нам виртуальный фон а вот очень полезное действие это настройки самой камер посмотрите что мы тут можем делать можем во первых ставить широкое изображение особенно если трансляция потом будет выкладываться на youtube включить или отключить режим hd галочка которая называется подправить мой внешний вид ну то есть что он тут делает как он у вас украшает трудно сказать но такая возможность есть можете посмотреть как это меняется я как-то сейчас не очень увидел чем отличается для меня для моей камеры режим hd и чем одними для меня отличается режим подправить мой внешний вид или не потратить но можете поэкспериментировать тут очень много зависит от камеры с которой вы ведете трансляцию конечно в программе оба с настройки камеры не соизмерим плюс конечно настройки камеры зависит от цвета вот у меня сейчас проблема со светом у меня включен сейчас искусственный верхний свет и справа у меня включен дневной за это у меня такое непонятного цвета лицо нужно убрать дневной свет и все изменится что еще можно и нужно делать конечно нужно работать с чатом вот эта кнопочка чат она включит вам чат и вы можете здесь что-то писать но вот этот кнопочка которая называется включить запись и вы включили режим запись видите вот такое в сообщении что прошла запись повторное нажатие на паузу приостанавливает запись play это продолжаем записывать очень удобно например что-то говорите сбились да можно приостановить подумать и потом продолжить запись но остановить запись все запись останавливается все это сохраняется в вашем личном кабинете вы потом эту запись оттуда можете выдернуть и например перейти не на свой компьютер программа очень хорошая классная удобная плюс на нашем канале есть видео которое показывает как вашу трансляцию и zoom вести сразу несколько социальных сетей я рассказал как соединить зум и сервис restream сожалению на бесплатном аккаунте такого сделать но не представляется возможным это можно делать только на платном аккаунте не так дорого стоит и если вы хотите чтобы вас видели больше конечно перейти на платный аккаунт есть смысл так завершаю трансляцию сейчас зум видите мне готовит мою запись подожду немножко ваша будет запись доступна в личном кабинете оттуда вы можете скачать обработать загрузить на youtube канал отправить своим друзьям подписчиков если у вас остались какие-то вопросы что-то непонятно можете задавать их в ответе на домашнем задании либо пишите комментарии под роликом если смотрите с youtube всем успехов будем жить